МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А зараз об этим меньшим борщ подробязна. Турнир по настольным теннисе для людей со слабым взроком, фотовыставы от посольства Израиля, Палястины и швейцарского червоного крыжа, а так само инклюзивный концерт. Гэта только частка мероприемства, якея проходят сегодня у Гомеля в рамках международной акции «Инклюзивная Беларусь». Я ем это – долучение дополнительного громадского життя усих людей, незалежно от взрослого, пола, стану здоровья, этнической принадлежности и религии. Олег Сентяров соустрелся с удельниками мероприемствов. Конвенцию о правах людей с инвалидностью Организация Объединенных Наций приняла в 2006-м. Беларусь артификовала этот документ. У Костричников этого года мероприемство у Гомеля – способность один из первых троков по его практичной реализации. 21 листопада Гродно, 24 апрест, и вот теперь Гомель – главная тема акции у нашем областном центре. Обмеркование шляхов по остворению громадства ровных махчимостей. Причем, размолы и диаброзных группах населительства у темляку беженцах в пылной ступени Комичина может лечиться прикладом по их адаптации. Те вопросы, которые такие проблемные, это, естественно, адаптация. А адаптация для детей – это школьное образование для взрослых, это трудоустройство, это доступ к медицинскому обслуживанию. Это те вопросы, которые не решаются за один день. И поэтому мы приезжаем сюда регулярно, часто, мониторим ситуацию, обсуждаем с местными властями, как можно разрешить эти вопросы. Один из центральных моментов акции – подписание погоднения по мешки равнинствам Абробоканкама, организации объединенных наций и международной организации по миграции. И оно предуглеживает створение на Агомишине сприяльных умов для всех грамадян, незалежно от взрослого, пола, стану здоровья, этничной принадлежности и религии. В опошний час для створения громадства ровных махчимостей уробится шмат, але никто не спрощается. Выкористаны далеко не все махчимости. У селяки мрази международное супрационерство у этих пытаний не перешкодить. Уже более тысячи людей приняло участие в семинарах в Израиле, которые проводят наши эксперты, и израильские эксперты приезжают сюда, чтобы передать опыт, передать израильские технологии местным белорусским предпринимателям либо представителям местных органов власти. В рамках кампании «Инклюзивная Беларусь» у Гомеля организована школа лидерства для женщин с поборницей по теннисе для людей со слабым взроком, спартакиада для инвалидов-колясочников, творчая мастерня и круглый стол по створению безбарьерных осеродий для людей с обмежеванными махчимостями. Сегодня только на Гомичине проживая каля 90 тысяч инвалидов, у ты млеку дятей. Нельзя сказать, что для их интеграции у громадства ничего не робится. У денег и посаджения кажут, например, о работе социального такси, открытия специальных объектов. В ближайший час будет запущен первый у Гомеля пешеходный переход с лифтом. Для инвалидов выделены особные места на стоянках, уродкованы сручные угоходы в громадском транспорте, светлофоры с звуковыми сигналами. Отповедная работа будет протягиваться, и только этими накерунками не обмежуется. Сегодня людям с обмежеванными махчимостями необходимый больше широкий доступ до отримания информации, починающих от створения передач с сурдоперекладами. На Лицкой компании есть проект, который называется «Путешествие без границ», который ведет инвалид-колясочник. И ведет достаточно успешно. То есть разграничение в том, что это человек с ограниченными возможностями, совершенно не позиционируется. Наоборот, воспринимается обществом совершенно в другом ключе. После Гомеля компания «Инклюзивная Беларусь» протягнется в Могилеве, Витебску и Минску. Олег Сентяров, Игорь Марыченко, телерадио «Компания Гомель». В Будокошелевском районе прошло выездное посаджение постоянной комиссии по законности и правопорадку Гомельского облсовета. На парадку дня тема «Попереджение социальных утроманства». Депутаты ознайомились с реализацией декрета президента номер 3, оценили ситуацию на рынку працы в Будокошелевском районе и доведались, какие вакансии пропонуются беспрацованным. Дмитрий Котов с подробностями. Жихар-агрогородка «Октябрь» Алексей Михайлович находится на пенсии. Однако на отпочинок часу нема. Необходно зашить за уластной господаркой. Все лето пенсионер выросшел працовать на земле. У сельским иконками ему выделили участок. У мясовых фермеров пенсионер закупил саджанцы малины и в наступном году отримая первый урожай. Я пошел в исполком местный, дали разрешение на оформление земли. Я взял землю в аренду на 99 лет, которая дается. Здесь же здание было, стояло, его снесли, площадь расширилась. И оформил эту землю. Подобных прикладов, коли сельские жихары берут укурыстание землю и займаются вытворчностью сельхаз-продукции, в Будокошелевском районе шмат. А лезже так званых социальных утроманцев хапая. 130 человек официально зарегистрованы в якости беспрацованных. При этой мамально-кожанной две вакансии, которые наймальники пропонуют про задел занятости. Однако 70% у суискальников мают недостатковый узровень эдукации. Мы ведем работу по направлению на профобучение, переподготовку, на курсы. Здесь у нас 32 человека уже направлены на профобучение в текущем году. По желаниям, так сказать, безработных и по предоставленным нам возможностям мы работаем здесь со среднеспециальными учебными заведениями. Одной из расповсюдженных форм работы по працу лоткования является кермаш вакансий. Они проходят два раза в год, у некоторых выпадках каждый квартал. А пошли разгорнулся во Уваровицком доме культуры. Специалисты предприемств и организаций пропонуют вакансии в сельской и лесной господарках, адукации, медицине и культуры. Непосредственно на месяце можно отримать консультацию и навод одразу заключить працонное погоднение. Подчас выникового посяжения депутаты обмерковывают убаченное. Одно из головных пытаний – управомерность погнания податку с непрацующих громадян. Хотелось бы нам определить ту категорию граждан Республики Беларусь, которые формально обязаны платить, но они, например, в год увольнения со срочной военной службы в запас, а в год окончания студентам учебного заведения, он чисто физически не может более 183 дней поработать в этот период после выпуска. Либо пенсионер, который на пенсию выходит. По таким гражданам надо принимать взвешенные законодательные решения, для того, чтобы уже со следующего года с ними можно было работать, если они нигде не трудоустроились. Нагадаем, у ответственности с декретом президента номер 3 о попереджении социального утриманства, податоку по мере 20 базовых величин необходимо заплатить громадянам, которые не працавали 6 и больше месяцев на протягу года. От оплаты податку вызволяются студенты дзеной формы научания, предприимальники, ромесники, адвокаты, представники творческих профессий и работники агроэкотуризма. А так само те, кто працует, альбо научается за межой, и знаходится на территории Беларуси меньше за 183 дней. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Будокошелевского района. Промысловый туризм плануется развивать на предприемстве «Гомсельмаш». Незвышленный вид туристичных послуг сегодня набирает популярность во всем свете. Об его перспективах на гомельском предприемстве доведалась Ганна Ковалева. От подшинка в Турции и Египте сегодня никого не удивишь. Туристам открытый весь свет. Иншая справа – побывать там, куда просто так не зазернешь. За высокими стенами завода учаса мутаяна шмат интересного. Промысловый туризм в Беларусь произошел совсем недавно. Первые спробы, как организовать, показали. Людей интересный технологический процесс. Сегодня уже можно увидеть, как делать алмазы и варить пиво в столичном регионе. А теперь еще и то, как сбирают комбайны в «Гомеле». Одну из первых экскурсий по предприемству «Гомсельмаш» провели для гомельских студентов. Мы готовы сотрудничать. Мы всегда открыты для диалога. Честно вам скажу, мы работаем, скажем, по первому звонку. Если есть такая группа, которая хотела бы нас посетить, ориентир мы делаем на то, чтобы сформировать, во-первых, представление о том, что сегодня представляет из себя холдинг «Гомсельмаш». Холдинг «Гомсельмаш» – это более 14 тысяч работников. И многие даже не знают о том, что на сегодняшний день производит холдинг «Гомсельмаш». Промысловый туризм – это еще и способ рекламовать свою продукцию. Зараз идут перемовы с турагентствами по включению «Гомсельмаша» в туристичные маршруты. Поспехи есть. Некольки днем тому тут побывала группа туристов из Украины. А с первого студента «Гомсельмаш» поставить на конвейер. В планах надать экскурсиям форму квеста и включить в программу «Тестдрайв» на комбайне. Для студентов экскурсии будут проводить себя сплатно. До речи, для многих из этих молодых людей «Гомсельмаш» – потенциальное место працы. Отсюда еще один плюс промыслового туризма. С ягоды помогой можно реализовать некоторые пункты молодежной политики и дать махчимость студентам познайомиться с будущей профессией. Вы знаете, никогда мне раньше не приходилось бывать на таких крупных предприятиях Республики Беларусь. Конечно, очень много нового я увидел здесь. Это те же станки, которые мне раньше доводилось видеть только в учебных мастерских. Их действительно масштабы просто поражают. В будущем, возможно, я уже буду думать об устройстве на предприятии «Гомсельмаш», так как здесь действительно есть шансы достойной работы, достойной заработной платы и будущего карьерного роста. Ганна Ковалева, Валерий Гопанько, телерадо «Компания Гомель». С первого снежня супрацовники держат инспекцию узмоснять контроль за обовязковым выкористанием зимовых шин. Да и нагадывая, что на протягу трех зимовых месяцев усеи автомобили повинны быть обстрелеваны зимовыми шинами. Отказность за их невыкористание, попереджение, цей штраф у померы до половы базовой велешини. У выпадка шкали на транспортном сродку устрелеваны зимовые шины, але остатковая вышиня малюнка протектора складай меньше за 4 мм – отказность до одной базовой велешини. У выпадку паторного порушения от двух до пяти базовых велешинь. Сегодня завершилась республиканская акция МНС «Не пропаливай свое життё». У Гомеля финальную кропку поставили удельники флэш-мобу для чагуночного вокзала. Юные вратовальники пожарные притягивали увагу прохожих творчими номерами. Але тема для размовы больше, чем серьезная. Удельники акции уручали гомельчанам памятки и рассказывали об махчимостях мобильной прилады МНС «Допомога Побаш». Нагадаем, республиканская акция «Не пропаливай свое життё» накеравана на попереджение пожаров. Сустречи вратовальников с насильницем проходили на предприемствах, у навучальных установах и на улицах городов. В початку этого года в Гомельской области отбылось больше за 700 пожаров. Основная причина – неосторожное выходжение за огнем при курении. Такие пожары происходят по стандартной схеме. Выпил, закурил, уснул. Именно с целью предупреждения таких пожаров проходит республиканская акция «Не прожигай свою жизнь». В ходе акции по Гомельской области охвачено более 15 тысяч человек. Протягиваем выпуск. Вядомый майстер военной исторической миниатюры Борис Купчинов делится сокрытами мастатства. И он готовы навучить у всех жадающих створать своими руками героев фильмов и комиксов, а так само выраблять модели военной техники и архитектурных помников. Студия фигурно-скульптурной лепки «Веселая пластыка» працует у картинной галереи Гауреила Вашшанки. Занятки наведала наш корреспондент Вероника Ворошилина. Гэтая юная талинта над своими аутерскими композициями працуют, не покладающие рук. Пластыком, пензли и фарбы основны творчий арсенал детей. У картинной галереи Гауреила Вашшанки занятки со школьниками вядевят домы гомельский майстер военной исторической миниатюры Борис Купчинов. Выхованцам студии он допомагает раскрыть свои сдольности. Головная умова, никаких пирожков для фантазии и полета творчества. Девчонки подчас занятков створают любимых мультипликационных и казочных персонажей, хлопчики, частей робе солдатиков и их арсенал. Дети працуют с пластикой, и этот материал подобный на пластылин, а не больше по слухмяны. До того же предповедная термичная працута, и он притворает с пластмассу. Зараз школьники сконцентрованы над створением дыярам, свой особливых маляничьих кутков, где разместятся их рукотворные фигурки. В будущем они научатся самостоянно робить настольные гульни. Так само плануются организовать экспозицию их творческих работ. Тут развивается моторика, то есть мы становимся, руки более ловкие. И плюс, если тут делать, можно потом стать скульптором. Это же хорошая работа скульптор. Я научился разное лепить. Например, как рыцарь и остальное такое, из такой темы. Студия фигурно-скульптурной лепки «Веселая пластыка» протягивая набор детей у своей творшей рады. Занятки ладятся каждую субботу у картинной галереи «Гауры и Лавашчанки». Доведаться больше подробязную информацию можно потелефоновавши по номерах телефонов, которые вы зараз башите на своих экранах або на сайте установы. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, телерадио «Кампания Гомель». Сегодня у Гомеля стартовала областная спартакиада инвалидов-колясочников, присвященная Международному дню инвалидов. С поборностей проходят у лядовом палаце и палаце водных видов спорта. Сюда приехали у дельники с Гомеля, Жлобина, Хойни, Клоева, Рогачева и инших районов в области. С поборностей прошли у индивидуальным залику по некальких паралимпийских видах спорту. На протягу 10-ти годов на Гомельщине проходит спартакиада для инвалидов разных категорий. Для людей с порушением функции опорно-рухального аппарата с поборностей прошли у першыню. Организаторы мкнутся не просто допомагать у социальной адаптации и физичной реабилитации инвалидов, али выявлять сталиновитых и перспективных спортсменов. Тем более, что паралимпиада у Рео-де-Жанейро показала великий потенциал Гомельщины. Хотим совместно с Управлением спорта и туризма, совместно с Комитетом по труду и социальной защите, общественной организацией инвалидов, чтобы они занялись системным подходом к подготовке спортсменов. Чтобы это не были разовые какие-то акции или какие-то спартакиады, а чтобы налажен был тренировочный процесс, чтобы сформированы были группы по видам спорта, и чтобы люди планомерно подготавливались к этому. На этом выпуске завершены. У студии працював Евген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.